Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как сразу Хотя вроде Малер правильно Но пусть будет Мюллер И вы уже Все про него много слышали И я даже не буду целый сегмент Этому уделять Скажу только следующее Что мне на самом деле Немного даже его Мюллер Жаль, потому что человек Который У которого в прошлом все-таки Служба во Вьетнаме И достаточно солидная Юридическая карьера То, что его Карьера не только юридическая Вообще завершается Столь жалко Но это, конечно, было Зрелище безрадостное При этом, конечно же И с него ответственности снимать Я ни в коей мере не хочу Никто его не заставлял Ввязываться в политические игры И становиться Вот такой вот Игрушкой Если хотите Для демократов Раз же он на все это пошел То Вот теперь ему Приходится пожинать Плоды Этого своего Согласия Потому что Вообще Конечно же Если вспоминать Эти самые слушания В палате представителя Вы понимаете Я о них говорю То Возникает впечатление Возникало впечатление Не то Мюллер Вообще не знал О чем идет речь То есть Он собственный Вроде бы Рапорт Доклад Как угодно его называете Не читал Или уже абсолютно Все забыл Или он Вводил В заблуждение Конгрессменов Что Вообще-то Вполне себе Тоже наказуемое Действие Ну потому что Все эти его разговоры Что про досье Он не знает Про мевсуды Он не говорит То нет Это Читайте Это он На это он не может Ответить И так далее И тому подобное Это был Не Спецследователь Который должен Четко Обрисовывать Свою Свою Позицию И объяснять Каким результатом Он пришел Более того Вообще-то Вся история С Мюллером Она еще Почему так Безрадостна Мало того Что Вы помните Это мой рефрен Я снова Повторяю Что сам этот институт Спецследователя Он в общем-то Не нужен Я по-прежнему Так считаю Так еще И действия Мюллера И его компании Они Извратили И даже то Немногое Разумное Что в этом самом Институте Спецследователя Было Потому что Спецследователь Он должен Собрать Информацию И на основе Ее Делать Выводы Достаточно Или недостаточно Для предъявления Обвинений Оправдывать Или не Оправдывать Спецследователь Не должен Поэтому Все эти разговоры Что его доклад Трамп Оправдал Или не Оправдал Это Абсолютная Бессмыслица На самом деле И Многие Юристы От Эндрю Маккарти До Сейчас уже Я на Маккарти Сочлюсь Потому что Он человек Авторитетный До Дэниела Хоровица Хорошо Еще припоминаю Могут сказать Что Все Он Вот это Вот Собрал Информацию И все И разговоры Повторяю Они смысла Не имеют Однако же Когда Начинаются Ссылки На То что Вот В Министерстве Юстиции Есть правило Не предъявлять Обвинений И так далее И тому подобное Это все уже Перекладывание Ответственности На кого-то Другого Да Такие правила Действительно Есть Они Восходят Еще К Меморандуму 73-го года Даже к нескольким Один из них Составлял Кстати Роберт Борг И смысл его Был в том Что вице-президенту Предъявлять Обвинения Можно Это тогда был Скандал Со Спирой А президент Пока он Находится При Исполнении Обязанности Нельзя И так далее И тому подобное Но Штука в том Что здесь Смысл В чем Не было Собрано Никаких данных О том Чтобы считать Трампа Виновным И когда Конгрессмены Задают вопросы Можно ли сказать Что Ваше следствие Создавались препятствия Кто-то пытался Его закрыть Кто-то пытался Его Вас уволить И так далее Мюллер Честно отвечал Что такого не было Ну и тем не менее Все равно Когда Трамп Перестанет быть Президентом Он бы ему Обвинения Так или иначе Предъявил Но В общем Запутано Все До безобразия Вместо того Чтобы честно Ответить Нет данных Ни о Пресловутом Сговоре Нет данных О Действительно Серьезном Препятствии Правосудию Следствие Было проведено Результаты Его представлены Любой желающий Их может прочесть То что Действительно Засекречено Но это Засекречено Дело закрыто Да Следствие Закончено Забудьте Был такой Старый Итальянский Фильм Только Демократам Он все Не имется Они Все равно Ноют об импичменте И так далее И тому подобное Хотя уже понятно Что и нужен Им не импичмент Нужны Постоянные Атаки На президента И Его Таким образом Попытки Обескровить Перед Будущими Выборами Что я надеюсь У них Не получится Тем более Что Немного Если отвлечься От Оставаясь В рамках Тех самых Слушаний Но немного Если уже Отвлекаться Именно От того О чем Мы говорим Мы говорим То Вы наверное Заметили Такого Человека Как Рэдклифф Который Был Среди Тех Кто Особенно Эффектные Вопросы Задавал Мюллеру И насколько Я помню Фраза Что президент Может быть Не может быть Выше закона Но он не может быть И ниже закона Принадлежала Как раз Ему Я имею ввиду Конгрессмену Рэдклиффу И кстати Говоря к вопросу Я назвал Маккарти и Хоровица Но ведь он тоже Говорил Рэдклифф И он тоже Юрист О том что Как должен Работать Институт Спецпрокурора Спецследователя Как угодно Его называть Так вот Рэдклифф Как вы знаете Уже наверное Он судя по всему Возглавит Разведку И Вы помните Мы говорили Неделю или две Назад Что это назначение Новое назначение Будет Так как Ветеран Коутс Точно уйдет Я тогда Называл Флайца Фреда Флайца Про него говорили Но Рэдклифф Я думаю Будет Ничуть не хуже И хотя он Насколько я знаю Со спецслужбами Не связан Но он Юрист И Для спецслужб Это важно И у него Не то что Хорошие связи С Консервативным движением Он один из самых Консервативных Представителей Республиканской партии В Конгрессе Вообще Он от Техаса И Если его И на что я очень надеюсь Утвердят То Это будет Вообще Первый Случай Когда Разведку Возглавит Настоящий Консерватор Потому что Я говорю здесь Именно Об институции Директора Национальной Разведки Который Появился Только в начале 21 века То есть он Не такой Долгий Но все равно Если посмотреть То там были При Буш И Отчасти При Трампе Представители Так скажем Республиканского Истеблишмента При Обаме С содроганием Вспомним Клеппера А вот Теперь Будет Действительно Консерватор Что я считаю Хорошо Если учесть Что и Когда Директор ЦРУ Числился Главным По разведке И тогда-то Консерваторов Было Человека 2-3 На моей памяти Не больше То Тем более Это серьезное Достижение И У Трампа Получается Консервативный Кабинет Которого Действительно Не было Наверное И у Рейгана Тут уже Я думаю Теперь Если у него Это получится И если вы Помните Был утвержден Эспер На прошлой неделе Человек Из Херрит Что Тут Даже Оппоненты Трампа Это уже Признают Если же Продолжать Удары Которые Обрушились На демократов И которыми Все мы За которые Все мы Порадовались То я вам Напомню Что Трамп Еще Достиг Договоренности С Гватемалой А которая Должна Привести К тому Что Ищущие Якобы Убежище В Америке Должны сперва Вискать его В Гватемале Потому что Так называемая Третья страна И хотя Демократы Уже Тоже Ноют Что все Неправильно И незаконно Но Тем не менее Трамп Опять Показал Что его умение Использовать Экономическое давление И все те же самые Пресловутые Пошлины Тарифы И так далее Оно Играет Если Не только И не столько Даже в экономике Сколько в политике Потому что Конечно же Помогло И Это экономическое давление На Гватемалу Тоже И я очень надеюсь Что Здесь получится Потому что Конечно С этим потоком Нелегалов Надо что-то делать Ну и Плюс Хотя Верховный суд Сейчас Вне Активной работы Но На прошлой неделе Было принято Решение Которое Знаете Позволяет Президенту Использовать Военные фонды Для Для строительства Той самой стены Я бы вообще На этом решении Даже не акцентировал Внимание Потому что Оно Настолько Очевидно Известно Что В случаях Экстремальных И так далее Здесь мы имеем Дело именно с таким Президент Имеет полное право Так поступать Но вот Тем не менее Либералы и здесь Отметились Потому что Это решение Должно было Приниматься По моему мнению 9.081 В крайнем случае Но опять 5.4 Вся эта Четверка Всадников И всадниц Известно Чего Опять себя Показала Соответствующей Стороны Что Кстати говоря Лишний раз Возвращает Нас К теме Назначений Поскольку На прошлой Опять же На прошлой Неделе Так получилось Мне подряд Попадались Три Материала В Левых Изданиях Которые Стенали Уже не столько Даже Из-за Мюллера С ним Тут так бы Все понятно Сколько Именно Из-за Того Что Все больше И больше Судей Назначаются Трампом И утверждаются Сенатом И что Таким Образом Даже Когда Трамп Уйдет То Будет Все По мнению Либералов Совсем Плохо А по нашему Естественно Совсем Хорошо И хотя Да Вы тоже Знаете Эту тему Я повторяю Не в каждой Передаче Но вы видите Это действительно Важно Если Левые Всполошились И Сперва На сайте НПР Была Статья О том Что Кларенс Томас Сейчас Главный Судья И самый Авторитетный Потом Совершенно Дикое Издание Под названием Нейшн Левацкое Выдало Огромную Статью Где даже Расписаны Основные Судьи И как Действия Этих Судей Могут Привести К тому Что Консерватив Прошу прощения Юридический Активизм Будет Преследоваться И То Что Мы Называем Следованием Конституции А то Что Либералы Называют Преследованием Свобод Несуществующих Естественно Там Это Представлено И Еще Есть Такой Совершенно Омерзительный Гражданин Как Чарльз Пирс И Поверьте Мне Когда Я Называю Его Омерзительным То Это Гораздо Мягче Чем Та Лексика Которую Он Использует Он В Эскваре Насколько Я помню Пирс Ну вот Пирс Там В своей Обычной Истерической Манере Пообещал Что Все Консерваторы Будут Естественно Гореть В аду Потому что Они Обрушили На Несчастную Америку Вот Консервативных Судей Которые Будут Ну я вам уже Сказал Что они Будут Делать По мнению Либералов И лично Омерзительного Товарища Пирса То есть Если Мы с вами Снова Взглянем Вот на эти Несколько Событий То Увидим Что Повод По крайней мере Сейчас Для оптимизма У нас есть И у вас И у тех Кто сопереживает Америке За ее пределами Так как Сейчас Демократы Получили Сразу Несколько Болезненных Ударов Да еще И вот Эту Бомбу Замедленного Действия В виде Судей Которые Еще Долго Им будут Надеюсь Напоминать О Президентстве Трампа И Если Вернуться К тому Что я назвал Утверждение Эспера Возможное Появление Редклиффа Во главе Разведки То Все это Нас Возвращает Еще и к теме Неминуемо Приближающихся Выборов Что Как Сам Бывший Нево Трампер Могу вам Сказать Что Я вот Сейчас Не представляю Как Люди Считающие Себя Консерваторами И Тем не менее Критично Настроенные К Трампу Как Как Могут Выступать Против Его Второго Срока Потому Что Мы Видим Судей Мы Видим Все более И более Укрепляющиеся Позиции Консерваторов В кабинете Потому Что Такими Темпами Весь Практически Кабинет Трампа Это будут Только Люди Консервативного Движения Дуже И Сейчас Все Указывает На то И Опять же Если смотреть На то Кто у нас Идет Со стороны Демократов В общем Все мы Видим Что Трамп Получается Безальтернативный Кандидат Потому Что Все то Чего он Добился И Добивается И надеюсь Еще добьется До выборов Все это Явно Нам указывает Что Абсолютно Точно Необходимо Его Поддерживать И дальше Хотя Конечно Наверняка Будут Вещи За которые Как обычно Это я говорю Может быть Он критики Заслужит Еще Но Это не Дает нам Повода Отменять Самого важного Человек Который Привел Столько Консерваторов В суды И в кабинет И человек Который Опять Обставил Демократов На прошлой Неделе Это произошло Он В Белом Доме Нужен Еще на Четыре Года И на этом Я наверное Прервусь Если Сергей Что-то Добавить С удовольствием Передам Ему слово Трудно С вами Не согласиться Поскольку Действительно То что Сделал Трамп Я имею Ввиду И судебную Систему И с армией Восстанавливает Армию И кабинет У него Довольно И вообще Программа Это Программа Консервативная Это признала Даже По-моему В прошлом Году Еще Heritage Foundation Выдали Цифры Что 64% Действий Трампа Как раз Соответствуют Нашим Чаянием И устремлениям Поэтому Вот то что вы Сказали Я все время Задаюсь этим вопросом Но как могут Нева Трампери Которые были Республиканцами По-прежнему Продолжать Противостоять Ему Вот у меня Это тоже Никак не укладывается В голове Придумывают Какие-то Ну Какая-то часть По поводу России Вот он Все с Россией Он все с Путиным Чего он там С Путиным То что он Пытается Как-то выровнять Отношения Ситуацию Он вообще О всех О всех лидерах Отзывается Положить Но такова У него манера Он и Ким Чен Ина Называет там Хорошим парнем И Си Цзин Пин Называет Хорошим парнем И говорит о хороших Отношениях Очевидно Трудно Вести Какие-то дела С человеком Которого ты заранее Называешь Какими-то там Последними именами Мне так кажется Так у нас есть звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Уважаемый Иван У меня С вами Просьба Светите Пожалуйста События Противостояния России И Украины Светите Минские соглашения Спасибо Да Спасибо вам Я Этой темы Честно говоря Стараюсь Избегать Потому что Тут Конфликт Интересов И все остальное И Я Сто раз уже говорил И повторяю еще раз По моему убеждению Хотя мне это неприятно Говорить Как гражданину Все-таки России Во всей этой истории Путинский режим Не прав Потому что Были нарушены Все возможные Соглашения И Идет Откровенная Попытка Отхватить себе Украинские Территории Помимо даже Крыма И как Вообще Мы Я имею ввиду Граждане Российской Федерации Будем из этого Всего Выкарабкиваться И выкарабкаемся Или вообще Я не знаю Поэтому Извините Что ответ Такой короткий Но подробнее Я увы не могу На эту тему Ничего сказать Давайте Прием еще раз Добрый день Приглушите радиоприемник Слушаем вас А можно вопрос задать Да пожалуйста Да А скажите пожалуйста Как вы прокомментируете То что в отставку Пошел руководитель Разведки Национальной Не согласен С поведением Трампа В отношении Кореи И России Ну я не думаю Что тут не согласие Вы не забывайте Коутсу сколько лет Вообще Там по-моему 80 или что-то Около того У них Какой-то Были конечно Разногласия Но серьезных Конфликтов Не было Потом Ну изначально Было понятно Что Коутс Долго не продержится Он ветеран И он Конечно же Человек Истеблишмента Вопрос был Времени Когда Он Его Трамп Кем-то сменит И Опять Я говорил об этом Еще неделю Даже две назад Что Коутс Вот-вот Уйдет Если будет Редклифф Я считаю Что это даже Лучше Чем Коутс По моему Убеждению Так Сто процентов Лучше На мой взгляд Это сто процентов Лучше Чем Ну вы видели Редклифф На слушании По-моему Замечательная Личность Абсолютно Вопросы были У меня сложилось Такое впечатление Он разговаривал С Мюллером Как с ребенком Понимая Его какое-то Состояние Или Мюллер Играл такое состояние Или он действительно был такой немножко Как бы в процессе деменции И он так Очень медленно Чтобы доходило до него Начинал задавать вопросы Поправлять Отправляем Редклифф Был красавец Безусловно И если Удастся его утвердить На должность Начальника разведки Я думаю Это будет Хорошо И для Консервативного движения И для страны В целом А сейчас И для разведки И для разведки Да Потому что То что было В предыдущей администрации Вот эти два Назначенца Клэпер И Брэннон В ЦРУ Просто политический Такой ястреб Что касается Брэнна Ну вообще У него там Мутная история Мы знаем Я не знаю Насколько это верно Ну во-первых Человек Коммунистических взглядов Во-вторых Как Утверждают Некоторые Человек Принял ислам В свое время Работая В Саудовской Аравии Ну в общем И кстати Последнее время Они исчезли С экранов Ну с Брэнноном Я напомню Люди из ЦРУ Даже считают Что Как раз он Гораздо более Дружен с Путиным Чем Трамп Такая тоже есть версия Скорее всего И вообще Вот эти слушания Которые проходили Удивительно Вопросы Которые задавались В отношении Там скажем Fusion GPS В отношении Тех или иных Фигурантов Этого дела И Мюллер Не мог ответить Он как будто Был не в курсе Как будто Вообще Вот я и говорю Не то он не читал Не то он Просто выводил В заблуждение И кстати Не забывайте еще Что у него там В команде Есть человек Который Как принято считать И был основным Автором этого Доклада По фамилии Уайсман А с Уайсманом Да уж Раз Сергей Мне напомнил Там ведь тоже История темная Потому что Когда был Арестован Такой Мутный Товарищ Как Микерин Он представлял Росатом В Америке Его посадили За вымогательство За финансовую За отмывку денег И так далее И тому подобное То ФБР Им заинтересовалось И его связями И с госсекретарем Да я фамилию могу не называть И ее мужем И как-то вся эта история Сошла на нет Микерина быстро Судили Посадили А знаете Кто занимался Тогда вопросами Вот таких вот Нарушений В чем видение Это дело было Того самого Уайсмана Поэтому здесь Тоже История Длинная И с продолжением Я надеюсь И Кэмпбелл По-моему Был как раз Человеком Который был Внедрен в эту систему И которого По странному Стечению обстоятельств Не выслушали До суда А уже после того Как Нигерина Посадили Вроде Ну и И мало того И наложили Запрет на то Чтобы он Что-то об этом говорил Хотя у человека Были подтверждающие документы Все-все-все О том Что это дело Не чистое Что это дело Уголовное И давайте Может успеем Еще принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Иван Большое спасибо Вам за передачу Но меня интересует Такой вопрос Сейчас вроде Путин подымает Третье дело Против Юкоса Сможет ли Путин Достать Ходорковского В общем вопрос Сложно мне сказать Что и как Потому что Меня порой Возникает Я Никого не хочу Ни в чем обвинять Сразу говорю Но У меня Такое ощущение Что вся наша Вот эта вот Позиция Она очень Управляемая И Как только Они выходят За определенные Там флажки Так скажем Их тут же Либо сажают Либо еще что-то И В этом смысле Если Путин С Ходорковским Опять о чем-то Не договорятся То Там Может быть И третье дело И четвертое Сколько угодно Это у нас К сожалению Делается очень быстро Захотят Посадят Увы У нас Редклифов И же с ними Нет Что Путин И же с ним Надумают То они и сделают Давайте мы сделаем Небольшой перерыв Послушаем Рекламные объявления После чего Вернемся Обязательно Обязательно Продолжим Возвращаемся В программу Час Ивана Денисова Напомню Телефон В студии 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста Звоните А пока Вот о чем Поговорим Ну Это явление Не новое Левые Всегда Опытались Конституцию Либо изменить Либо как-то Ее По кусочку От нее Отщипнуть То есть Вторую поправку Всегда атаковали А вот сейчас Они Пытаются Атаковать И коллегию Выборщиков Что предусмотрено Нашей Конституцией Вот об этом Если можно Да Вот в прошлый раз У нас был вопрос И Как-то уважаемый Слушатель Подвиг меня Задуматься И наверное Посвятить Вот небольшой Фрагмент Нашей сегодняшней Передачи Этой теме Потому как Начал я Углубляться Более-менее И обнаружил Что два Таких самых Масштабных Две масштабных Попытки Уже отменить Коллегию Выборщиков В 20 веке Происходили Ожидаемо В эпоху Джонсона 60-е годы В 67 году Точнее Поступила Такая Рекомендация От Юридической Коллегии И более того Она даже Прошла Палату Представителей И При Картере И Если бы Картер Не дай бог Остался на второй срок То Великая вероятность Что ему бы удалось Провести Это Самое изменение Еще тогда Но Видите Тогда Рейган К счастью Всех Нас спас И Надеюсь Что И Сейчас Все Сойдет На нет Так вот Консерваторы Уже тогда Этому Активно Противостояли И Пожалуй Наиболее Четко На мой Конечно Взгляд Позицию Занимал Мартин Даймонд Даймонд Сам по себе Человек Интересный Потому что Как и многие Консерваторы Он начинал Будучи Левым И таким Основательным Идейным Левым Но вот Так как он Занимался Вопросами Американской Конституции И Основания Соединенных Штатов Чем глубже Он В тему Углублялся Чем больше Углублялся Тем Больше Естественно Он от своих Левых Идей Отказывался Так вот Если Вкратце Суммировать Доводы Даймонда Которые Он Предъявлял В 70-е Годы И которые На самом деле Ничуть Не Утратили Свои актуальности По сей день То Они Вкратце Такие Что Во-первых Даймонд Говорил Что Вопреки Мнению Как левых Так и Некоторых Правых Коллегия Выборщиков Это и есть Абсолютно Демократический Институт И Более того Институт Абсолютно Демократический В американском Понимании Потому что Для американцев Демократия Это не Власть Толпы А мнение Народа Которое Так или Иначе Фильтруется Проходя Через Определенные Как бы Их Назовем Преграды И Тем не менее Остается Абсолютно Народным Выбором То есть Это конечно же Демократия Таким образом Если учесть Что во времена Основания Соединенных Штатов Многие Сторонники Конфедерации А не Федерации Как раз Требовали Чтобы президенты Избирали Законодательные Собрания То Коллегия Выборщиков По сравнению С этим Однозначно Демократический Институт Если учесть Что Связи Между Штатами А то и Внутри Штатов Тогда Тоже Были Сложные То проводить Исходить Из Подушного Голосования То что Называется Popularity Vote Было Тоже Сложно Наконец В ряде Штатов Действовали Свои Собственные Правила Да и Сейчас Так Зачастую Бывает Поэтому Чтобы Как-то Представить Уважение Ко всем Штатам Одинаковое То вот Была Такая Система Которая Всех Ставила Примерно В равные Условия Да Естественно У штата Разное Количество Голосов Но Система Везде Одинаковая Более Того Если вы Посмотрите На то Как Работает Система Сейчас И как Она Работала Все эти Годы То вы Увидите Что в ней Вот это Величие Американской Системы Когда у вас Соблюдаются И демократия И права Штатов То есть Это и есть Федерализм Если угодно То Так оно И работает В каждом Штате Соблюдаются Все необходимые Демократические Условия Один Человек Один Голос И так Далее Но При этом Все подчинено Интересам Общенациональным То есть Общефедеральным Тот самый Федерализм В действии Если хотите Таким образом Если вдруг Мы с вами Представляем Что Левые добиваются Своего И Президент В Соединенных Штатах Избирается Исключительно Из Подсчета Голов Грубо говоря То Это Есть Преступление Против Федерализма Американского Так как Нарушается Сразу же Уважение К правам Штатов Это Случаи Которые Есть В ряде Других Стран Которые Это самое Общее Голосование Они используют Когда Когда В конце Концов Побеждает Человек Который Изначально Набирает Меньшинство Потому что Такое Может быть Скажем Несколько Кандидатов Там Следующий Тур Проходит Условно Говоря Двое А потом Вдруг За человека Который В первом Туре Набрал Меньшинство За него Голосуют Больше К нему Уходят Другие Голоса Да И Получается Что Он Не представляет В реальности Большинство Американцев Но Предположим Да Сохранится Даже Нынешняя Система Когда И Только Два Кандидата Все равно И двухпартийная Система Не будет Тронута Что тоже Беспокоило И Даймонда И оппонентов Этой реформы Тогда Но Преступление Против Федерализма Оно Все равно Налицо Потому что Давайте Говорить Откровенно Президент Любого Республиканского Демократического Интересует Что победа Претендента Это Как бы Бесспорно И говорить Об этом Даже Не стоит Но Когда Мы с вами Исходим Из того Что Каждый Штат Может дать Разное Количество Голосов Через Коллегию Выборщиков То это Подразумевает Что Президент Должен Показать Себя И Подать Себя В каждом Штате Даже Если Он Полагает Что Этот Штат Скорее Всего Уйдет К его Противнику И Мы Все Помним Что Ряд Этих Лэнд Слайдов Подразумевали То Что Даже Вроде Штаты Голосующие За демократов Голосовали За республиканцев Но В некоторых Случаях И наоборот К сожалению Если Эта Система Аннулируется То Президент Президент Прошу Прощения Отпадает Всякая Необходимость Подавать Себя И интересоваться Всеми Штатами Сразу Зачем Можно Добиться Дешевой Или Какой Угодно Даже Дорогой Популярности В самых Густонаселенных Штатах И Все Остальные Штаты Просто Игнорировать И Здесь Вы видите Сразу же Подразумевается Что Включается Система Того Что Центр Должен Вот эти Самые Густонаселенные Штаты Еще больше Сажать На дотации Еще больше Какой-то Фаворитизм И так далее И тому подобное И Вся Стройная Система Равенства Перед Законом И Равенства Всех Штатов Перед Американской Системой Она Сразу же Рушится От нее Абсолютно Ничего Не Остается И Наконец Последнее Что Я бы Хотел Здесь Выделить Чтобы У нас Все-таки На Третью Тему Осталось Время Это То Что Даже Если Мы Предположим Опять-таки Что такое Проходит То Мы Увидим С вами Укрепление Того Самого Имперского Президентства Которым Кстати Изначально Предупреждали Как раз Левы И Хотя Сейчас Всем нам Порой Кажется Что Вот Трампу Бы Побольше Полномочий Да Но Не забывайте Что Когда Был Обама То Он Свои Полномочия Мягко Говоря Сильно Преувеличивал В случае Если Мы Имеем Дело С Общим Вот Этим Голосованием То Президент Автоматически Будет Подавать Себя Как Глаз Народа И Это Будет Уже Полным Переходом Его К Такой Действительно Популистской Уже В худшем Смысле Этого Слова Не Человек Который Опирается На Народное Мнение А Человек Который Использует Народное Мнение Для Укрепления Своей Власти А Вот Это Уже Опасно И Вот Именно Этого Хотят Добиться Демократы Левые Либералы Как Угодно Их Называть Большинство Доводов Которые Я Назвал Повторя Они Еще Из Семидесятых Годов Но Согласитесь Что И на Сегодняшний День Они Абсолютно Звучат Актуально И Поэтому Учитывая Что Еще Добавились Нелегалы Которых Демократы Собираются Использовать В своих Целях И Тогда Вы поймете Что Отмена Коллегии Выборщиков Это Ну Если Не Самоубийство Страны То Что Наверное Будет Слишком Громко Звучать То Это Точно Самоубийство Конституционного Консерватизма По моему Мнению Так Оно Есть И Защищать Коллегию Выборщиков Надо Любой Ценой Здесь Прервусь Если Сергей Что-то Добавит С удовольствием Передам Ему Слово Я С вами Абсолютно Согласен И Вот Последняя Мулька Которую Придумали Демократы Вообще Я Не знаю Насколько Она Повлияет То есть Отдавать Голоса Выборщиков Тому Кандидату За которого Проголосовало Большинство Что по сути дела Они объясняют Там Нашелся у них Юрист Какой-то Профессор Из университета Говорит Мы в этом случае Не трогаем Не затрагиваем Конституцию Коллегия Выборщиков Существует Но уже 15 штатов Приняли Эти законы Что Выборщики Будут голосовать Отдадут Свои голоса Тому Кандидату Кто Наберет Наибольшее Количество Голосов По сути дела Это то же самое Только с другой стороны Понимаете Ну абсолютно Только Другими словами Да Но так или иначе Цель одна Заполонив Метрополии Миллионами И миллионами Нелегалов И выходцев Из стран Третьего мира Которые Не очень нравится Так сказать Брать на себя Ответственность За свою судьбу А которые В значительной степени Рассчитывают На Хэндаут Что называется На подачки На которые Они могут жить Конечно же Это потенциальные Избиратели Демократической партии Поэтому и политика Иммиграционная Таким образом Строилась Начиная с 65 года И В общем Вот Единственная цель Демократов Это Так сказать Придти к власти Раз и навсегда И все Все для этого Делается Такие долгосрочные Планы Поэтому безусловно Отстаивать Конституционные Права и обязанности Наша Прямая Гражданская Задача И обязанность Ну а сейчас Давайте перенесемся На Туманный Альбион Там Там тоже события Интересные Довольно Прошли Да Совершенно верно Там Может Получиться На что я очень Надеюсь Повторение Того Что мы видели В 80-е годы И хотя Борис Джонсон Он от Тэтчер Довольно серьезно Отличается Но Вот тем не менее С Трампом У него Некоторые Сходства Есть Джонсон Как И поэтому Я надеюсь Что у них Союз получится Джонсон Как вы знаете Теперь уже Официально премьер-министр Соединенного Королевства И Я Его Победу Ну рассматриваю Прежде всего С трех позиций Естественно Взаимодействие С Америкой Интересы Израиля И Северной Ирландии Именно в такой Последовательности Что касается Соединенных Штатов То Джонсон Чем он похож На Трампа Он в общем-то Тоже Ну не сказать Чтобы Такой однозначенный Консерватор Тэтчер Тэтчерского Плана Да и Сторонники Трампа В Англии Такие есть Они например Считают Что Джонсон Уж слишком Заигрывает С пресловутым Глобализмом И с той же Самой Миграцией И с либералами И так далее И тому подобное Но с другой С другой стороны Джонсон Делает Пока Ставку На Правильных Людей И Если учесть Что британские Либералы Уже кричат Что у него Самый худший Со времен Тэтчер Кабинет То это Значит Опять мы должны Смотреть Совсем наоборот И как Трамп Собрал Вокруг себя Замечательную Прямо скажем Команду Вот Джонсон Готов к тому Чтобы у него Тоже была команда Ну проверим Насколько Замечательная Но Весьма Весьма Достойная И тогда Вне зависимости От его Собственных Взглядов Убеждений И так далее С такой командой У него Действительно Получатся Те самые Особые Отношения С Трампом Которые Действительно Нужны Чтобы И Британия Соединенное Королевство Вернули себе Утраченные Позиции Но Сам Джонсон Сейчас Забочен Брекситом И это Хорошо Потому что Он был Как раз Одним из Его сторонников И во многом На этом Он и выиграл Если же Посмотреть На людей Которых Он Привел Весь конечно Кабинет Я вам не стану Перечислять Но Два Вот Очень Ярких И очень Важных Назначения Это Притипаттл И Саджид Джавид Паттл Это два Главных Тачериста Как их называют В консервативной партии Паттл Женщина Вообще Замечательная По крайней мере Пока Она Ничем Не позволила Усомниться В своих Консервативных Убеждениях Она Будет Министром Внутренних дел Она Уже Заявила О готовности Перекраивать И реформировать Иммиграционную Систему Чтобы Во-первых Прекратился Поток Из ЕС Неизвестно Кого Во-вторых Чтобы Упор Делался На Людей С квалифицированными Дипломами С высокими Квалификациями А не на дешевую Рабочую силу Заметьте Перекликается С тем Что Трамп Хочет Сделать Здесь свои Тоже есть минусы Но сейчас Не буду на них Останавливаться Она Как раз Известна Тем Что одна Из самых Произраильских В консервативной Партии Деятельниц И Если вы Посмотрите В ее твиттер То там На обложке Ну не ее фотография Такой есть Фон У нее там Портреты Тэтчера и Рейгана Вместе Что тоже Дает нам Повод для Оптимизма Джавид Будет Заниматься Финансами И Я считаю Что это тоже Хорошее Назначение Потому что Он уже Объявил Что Никакой Никаких Потрясений В связи с Брекситом Не будет Что Британия Спокойно Выйдет И мы К этому Готовы Джавид Несмотря На то Что он Родом Из пакистанских Из семьи Пакистанских Эмигрантов Он тоже Сторонник Ужесточения Эмиграции Он Очень любит Израиль Его Я вам помню Дальше Это говорил Называют Цепным Псом Сионистов И Отщепенцам От Великой Веры Ислама И то Что Такой Человек Занимается Финансами Я считаю Это Хорошо И На других Я пожалуй Не буду Останавливаться Назову Проблемное Назначение Это Это Доминик Раап Министр Иностранных Дел Хотя Раап Он сам Из семьи Еврейской Его отец Я помню Сбежал От Чешского Антисемитизма Но у него Ряд Высказываний По Израилю Например Мне как раз Не очень Нравится Так как Он один из тех Кто уж Очень Забочен Поселениями На В Иуде И Самарии И Пресловутой Якобы Неадекватной Реакцией На террористические Действия Арабов Но с другой стороны Раап Против Кстати говоря Ну по крайней мере Был Вот этого самого Несуществующего Палестинского Государства Что уже Плюс В его сторону И Я Все таки Надеюсь Что Он В отношении Израиля Будет продвигать Политику Разумно Здесь Надо вспомнить Что В Консервативной Партии Ну всегда Были такие Два крыла Одно Скорее Антиизраильское Второе Произраильское И Благодаря Тэтчер Произраильское Все таки Стало побеждать Хотя Я знаю К Тэтчер Там есть Претензии Но Сейчас Не буду В историю Углубляться Тем не менее Тэтчеристы Консерваторы Они обычно Израилю Дружественные И То что Трамп Видите Я уже даже Оговариваюсь То что Джонсон Собирается Делать Ставку Именно На людей Консервативной Партии Тут не движение А партии Которые Называют себя Тэтчеристами Это я считаю Плюс Таким образом В отношениях Со штатами Надеюсь С Израилем Здесь кажется Все Более менее По крайней мере Предпосылки на то Что все будет Хорошо Есть И даже Вот эти вот Проблемы с РАБом Которые я назвал Ну надеюсь Сойдут на нет Что касается Северной Ирландии Ну может Не всем Вас это интересно Но уж не обессудьте Я все таки На ней остановлюсь Как не как Самое консервативное место В Европе На данный момент То Лидеры партии Арлен Фостер И Найджел Дотс И партии главной Это демократическая Юнионистская Они Поддерживают Джонсона Объявили Что Голоса Вот их там всего Десять в парламенте Но тем не менее Что они будут И дальше Поддерживать Его действия Но Что вот у них Три главные Заботы Это опять же Брексит Это То чтобы Северная Ирландия Сохранилась Как Часть королевства И конечно же Чтобы Вот эти вот Права Северной Ирландии Которые Помните Мы об этом говорили Буквально Тоже Неделю-две назад Сейчас попираются Когда им навязываются Гей-браки Смягчение абортов И так далее Так вот Чтобы Подобные вопросы Они дальше Решались Только Внутри Северной Ирландии Как собственно говоря Исторически Ну исторически Если следовать Соглашениям Которые заключались Между Северной Ирландией И Лондоном Чтобы все это Сохранялось Пока По словам И Фостер И Дотс Джонсон Нацелен на то Чтобы Вроде бы Все эти три пункта Реализовывать И тогда Все Я надеюсь Получится Так Как Нам бы того И хотелось Потому что Если Действительно Мы имеем С вами Во-первых Союз Трамп Джонсон Нетаньяху То это уже Очень Здорово Такого не было Даже в 80-е Если Соблюдаются Права Самого Консервативного Анклава Так его Назовем В Европе Северной Ирландии То это победа Консерватизма Что всегда Хорошо Ну и плюс Если и дальше Вот эта вот Волна Лидеров Которые Либо Консервативны Сами по себе Как Джаир Болсонару В Бразилии Которому Мы тоже Вернемся Скоро Я надеюсь Так и те Которые Окружают Себя Разумными Людьми И следуют Разумной Политике Как Трамп То я Надеюсь Что Джонсон И примеру Болсонару И примеру Трампа Последуют И что Те люди Которых Он в свою Команду Взял Они окажутся Ничуть не хуже А может быть Даже и лучше Кстати Чем те люди Которые работали В администрации Тэтчер Трамп Уже Как я сказал Лучшего президента 20 века В чем-то Опережает Если не по достижениям То по уровню Своего кабинета Да Это я уже сейчас Могу утверждать Надеюсь Что и у Джонсона Тоже это получится Здесь я наверное Прервусь Если Сергей что-то добавит С удовольствием Передам слово Если нет То Спасибо Спасибо огромное Иван И до встречи В следующий раз Спасибо Спасибо вам До встречи Субтитры сделал DimaTorzok